Получить высшее образование теперь крайне затратно. Губернатор созвал совет ректоров, дабы решить насущные проблемы в связи с жестким сокращением бюджетных мест в вузах города и области. Встреча прошла на базе государственного университета, где для губернатора была организована небольшая экскурсия. В главе правительства был показан читальный зал, лаборатория и местный краеведческий музей. Особый интерес у губернатора вызвала отдельная композиция музея, стилитически оформленная, как кабинет известного ивановского поэта и общественного деятеля Михаила Дудина. Посмотрите, Михаил Александрович занимался рукоделием, в частности такие вещи, как посох, который сделан его руками и так далее, фотографии. Более того, здесь есть его произведения, его картины, которые он писал. Он был таким высоким человеком, судя по высоте этого поста. Здесь старее. Да, 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 тут можно подумать, какой же был настоящий русский мужчина. После экскурсии губернатор прошел в малый конференц-зал, где его уже ждали ректоры университетов города, чтобы решить вопрос о том, что же делать с катастрофическим сокращением бюджетных мест в вузах области. Я собрал, наверное, первое подобное совещание, потому что меня тоже ситуация с набором не устраивает. Мы в любом случае будем ее поддерживать хотя бы с точки зрения того, что нам придется все равно заказывать кадры для региона, в том числе для бюджетных организаций. У нас такого быта еще практически нет, его немного, но чувствую, что мы от этого никуда не уйдем. Губернатор выразил свое недовольство в отношении неполноценного использования возможностей на уровне министерства. Основная проблема заключается в том, что близлежащие города и области имеют значительно большее число бюджетных мест на гуманитарной специальности, нежели наше. Но в любом деле, как известно, главное иметь позитивный настрой. Вкупе с проблемой высшего образования, которое становится все менее доступным, губернатор поднял вопрос о развитии КВНовского движения в области. Я вообще хочу, чтобы КВН в городе и области развивался. Я считаю, что это хорошая игра. Игра, которую мы провели в прошлом году, показала, что она интересна для молодежи. Она на высоком уровне в стране, нам есть где позаимствовать опыт, где поучиться и достаточно на хорошее уровень поставить в нашем одном городе. Более того, в целях приобщения молодежи к КВН-у возможно и приглашение в наш город бессменного ведущего высшей лиги КВН Александра Маслякова. Где и как будут получать образование веселое и находчивое – вопрос другой. Не получится ли, что спустя десяток лет мы получим до крайности позитивное, но не образованное поколение? Будем надеяться, что приоритеты будут расставлены правильно и наравне с хорошим чувством юмора молодежь получит интеллектуальное развитие в рамках качественного и бюджетного высшего образования. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.